Есть мнение, что казахстанская неделя моды это некая тусовка, где собирается бомон, чтобы пощеголять новыми нарядами от именитых дизайнеров. Скептики шутят, чем бы гламур не тешился, лишь бы нам не мешал. Но Казахстан Fashion Week давно доказал, что это серьезная площадка, где воплощаются самые смелые идеи дизайнеров. Давайте сегодня говорить о казахстанской неделе моды. Я, Игуль Мукей, добрый день. А сейчас, внимание на экран. 17 апреля состоялось открытие юбилейного сезона «Казахстан Fashion Week 2019». В Театре «Астана Балет» прошли показы известных казахстанских дизайнеров, среди которых Динара Саджан, Ая Бапани, Наиль Байкучуков и другие. Главное фэшн-событие года собрало вместе все, кто имеет отношение к модной индустрии. Это казахстанский эксперт моды Лилия Рах, фэшн-продюсеры Алексей Джен, Саят Дусыбаев, Роман Александров. На мероприятии присутствовали и зарубежные гости, американская топ-модель Алена Субботина, топ-стилисты России Гала Борзова и Оксана Он, дизайнеры из Грузии и другие эксперты. Итак, не так давно в Казахстане высадился целый звездный десант дизайнеров, ну и фэшн-экспертов. Сегодня практически все в студии. Я рада вас приветствовать, дорогие гости. Здравствуйте. Итак, давайте представим вас. Сегодня в нашей студии Саят Дусыбаев, генеральный продюсер Казахстан Fashion Week, арт-директор в Казахстан Fashion Week Алексей Джен, Динара Саджан, исполнительный продюсер. Лилия Рах, наш фэшн-гуру, знаток мира моды казахстанский. Аида Кауменова, дизайнер. Ая Бапани, также дизайнер. И по эту сторону дивана, как мы сказали уже такие рокеры, это наши гости. Давайте поаплодируем по нашей казахской традиции, поприветствуем наших гостей. Алена Субботина, известная модель, которая сейчас сверкает, блистает на подиумах Нью-Йорка в США, родом из Казахстана. Алена Субботина, добрый день. Мы рады вас видеть. Али Ночури, скаутер, человек, который приехал отбирать, может быть, казахстанских моделей. И Галла Борзова, топ-стилист из России. Здравствуйте, Галла, мы вас также очень рады видеть. Ну что ж, в какую сторону пойдет наш разговор? Позитивную или все-таки как-то грустно нам сегодня? Скажите, как настроение? Будем говорить, как все. Очень даже видно. На самом деле. На самом деле. Да, хорошо. Неделя моды в этом году юбилейная, да, Саят? Давайте все-таки с тебя начнем. 15 лет. И что? Мы еще начинали в далеких 90-х. Вообще, тогда, когда возникла идея у меня и у Алексея создать нечто подобное в Казахстане. Но мы тогда только еще... Я занимался еще тогда журналистикой, обзревал коллекции и перевез эту... Ну, как вот эта идея. Потом поделился с этой идеей с Алексеем. И на тот момент, когда мы с ним вот обсуждали, говорит, давай... А он говорит, а кого показывать-то будем? То есть дизайнеры-то где? И мы так действительно сели, так думаем, слушай, а кого? Сами мы не дизайнеры на тот момент, да? И у нас на тот момент было всего вот, знаешь, дизайнеров, которых вот одной руки хватало посчитать. Потому что вот среди них присутствует Аида Кауменова. А тогда еще Куралай Нуркодилова и Сумбаду моды. А Куралай Нуркодилова... Мы просили же, потому что было количество дизайнеров, мы просили ее делать в три коллекции. Правда? Под разными именами, понимаешь? Айкуля, это... Лидия, вы тогда уже работали? Да, она уже была, да. Что самое интересное, когда я с ними начала работать, и это вообще очень знаково. Дом Гальяна приезжал на неделю, и больше Дом Гальяна нигде не было. Дом Гальяна, а конкретно кто приезжал? Конкретно кто? В каком году, Леша, это было? Мы привезли Дом Гальяна и Дом Хлои. И пока в коллекции был. А, то есть они принимали участие? И тогда звезды десант моделей показывали это. Это вообще настолько было знаково. Айкуля, когда нам приходилось действительно наполнить нашу неделю дизайнерами, потому что кроме наших трех дизайнеров с Казахстана никого больше не было. Соответственно, приходилось... Хорошие бюджеты были, хорошие меценаты. Тогда были хорошие спонсоры. Сейчас немного спонсоров, конечно, ели бюджеты, все по усилю. Давайте поплачем, сейчас спонсоров нет. А скажите, подождите, а вот в Нью-Йорке, в России, это тоже при помощи спонсоров все делается? Сама индустрия мода никак не зарабатывает? В России тоже? В России аналогичная ситуация, да. Дизайнеры сами платят за модели, за показ, за мейкап-тим, за всю команду, оплачивают услуги стилистов. Ну и сколько это примерно стоит для российского дизайнера? В долларах? Ну я сама сделала два показа на Mercedes-Benz Fashion Week, и в среднем организация одного показа стоит около 10 тысяч долларов. Ну нормально? А, это нормально 10 тысяч долларов? Подожди, еще коллекцию нужно отшить, да? Да, это не считая производства коллекции, то есть производство коллекции, как вы понимаете, да, там вот наляда бесконечности. Ну, на самом деле, мне кажется, что это подъемные деньги. Уникальность нашего проекта, что мы в течение 15 лет никогда не повышаем цену. Благодаря спонсорам и меценатам у нас участвуют дизайнеры, потому что дизайнер наш, казахстанский, не может в априори заплатить 10 тысяч долларов. Он не может даже 2 тысячи долларов заплатить. Да ты что? Потому что у нас так не продаются дизайнеры. Ну, мы можем долго об этом говорить, потому что у них просто нет денег. Начнем с этого. Продаются и меценатам, они делают что-то не так. Совершенно верно. Это же вопрос же работы, это же не все это. У нас просто очень маленький рынок, и его нельзя сравнивать с Россией, да. И у нас есть дизайнеры... А может, хватит на это все пенять? А вот, например, у вас вот маркетинг с Аидой Калмена, вы же продаете? Да. А значит, другие, можно сказать, до свидания. Ливерак сделать этого не может, потому что у Ливерак тоже не хватает финансового. А так хотелось бы, я думаю об этом. И на самом деле я бы сделала реально... Вы-то наверняка знаете, почему казахские дизайнеры не продаются так, как и я. Естественно. Но вы почему-то не говорите там. Нет, я говорю хорошо. Она говорит об этом. Вопрос, я бесконечно об этом говорю. Вопрос, кто должен называться дизайнером? Начнем с этого. Дело в том, что, ребята, у нас дизайнер, блогер, стилист и кто еще? Это самые популярные сейчас профессии вдруг. Но это все из числа, правда, домохозяек. Я учитель физики. Я работала в Комсомоле очень долгое время. Я организовала очень много пати и так далее и тому подобное. Поэтому для меня вся эта работа знакома. Но дизайнер, да, тогда занимайтесь самообразованием. Но нельзя просто вырезать, пошить из той ткани, которая у тебя есть. Когда индустрия моды сейчас так развита. Да, Гала? Нет, ну еще, знаете, мало того, что вырезали, пошили, понимаете, так еще и поставили цену за это. Как бы просто сумасшедшую. Потому что шили либо надомницы, либо сама, думаю, ручками шила и оценила свое прекрасное творение, за которым нет ни бренда, ни модного дома, ни истории. Ни истории, ни ДНК, ни лекала, ни конструкции. И ставят цены, как бы сопоставимые с теми вещами, которыми продают линия. Не может каждый человек, кто делает, как они считают, коллекцию, называться дизайнером и называть это своей коллекцией. А вот Динара Саджан, вы на нее, что ли, сейчас пеняли? Она же ваш исполнительный продюсер. Она же блогер и все такое. Я, кстати, сижу в своем костюме, который я шила. И, как говорит Лилия Робертовна, действительно, это индустрия, которой можно научиться. Да, да, и можно научиться. Он стоит в районе 500 долларов. Это милое заявление. Я дизайнер, когда ты первый раз делал коллекцию, я дизайнер, я хочу участвовать в фэшн-вик. Если у меня есть 10 тысяч долларов, я могу в этом участвовать. Но, сори, не надо обманывать аудиторию. Нет, я хочу сказать, что вот у нас... Это пройти нужно путь, чтобы проживаться дизайнером. Это неделя моды, которая прошла сейчас в нашей столице, в Нур-Султане. Это не просто неделя, где выставлены коллекции последней наших казахстанских зарубежных дизайнеров. Это еще и обучающая неделя. Вот мы как раз и с Аятом, и с Алексеем хотим не просто показать то, что создают наши дизайнеры. И то, что привезли наши гости. Но мы привезли Галлу Борзову. Мы попросили Лилию Робертовну. Мы привезли Алену Суботину из Нью-Йорка. Али вы привезли какого красавчика? Али красавчика привезли. Для того, чтобы... Красавца мы одели. Да. Для чего? Не знаю, мне Али нравится. Да, для того... Вы сможете послушать? Да, для чего мы их пригласили? Для того, чтобы обучить тех, кто не может выезжать за рубеж. И так же, как Саят Дусыбаев 15 лет назад с Алексеем, они же тоже были фэшн-журналистами и выезжали за рубеж. И работали на Хабале, кстати. У них была возможность увидеть это своими глазами. Сейчас мир абсолютно открыт. И можно ездить и обучаться по всему миру. Да, вот Галла, я знаю, обучалась на магистратуре. Да, поэтому... И вы же обучились этому за год, да? То есть, возможности... У меня был опыт, у меня было высшее профессиональное образование. Возможностей на самом деле сейчас очень много, Игуль. И если человеку это интересно, он может обучиться и... Но обучиться нужно, поймите, вот есть вот такое искаженное понятие, вот, Лиля, вот я поняла тоже вот вашу мысль. Понимаете, вот дизайнером нельзя стать просто обучившись год и даже полгода. Да, в Лондон-колледж нужно поехать, да, в фэшн-колледж. Заплатить опять же, как-то так, вроде бы, как-то так привести диплом. Игуль, это профессия сравнима с профессией, я всегда говорю, музыканта. Чтобы на скрипке играть 30 лет гениально, он учился этому с 4-х лет, понимаете? А вы сколько учились? Я училась с 5-го класса этому. С 5-го, я говорю о своей истории... 5 лет я работала стилистом в России. Галла, я говорю о своей истории, как о дизайнере, хорошо? Потому что есть понятие... То есть шить вы умеете? Есть понятие дизайнера. Вот Ая, ты умеешь шить? Ая Бапани, известный также дизайнер, и у нее вот, в отличие от многих, свои техники, она сама делает ткань, да, Лиля, вы же знаете? Она великолепная. Я считаю, что если бы в Ая Бапани выложить средства, она была бы достойным дизайнером, который бы представлял фэшн Казахстана. Она вот вяленый, вот этот, как это называть? Но у Аи тоже есть очень много проблем, и она бьется с этим одна. Ребята, на самом деле, давайте исходить из... Я считаю, что есть проблема. В Казахстане хаос фэшн. Он существует. И всем трудно от этого хаоса. Казахстан... И поэтому, наверное... Айчка, да. И поэтому, для того, чтобы фэшн-индустрию сдвинуть с места, в первую очередь нужно организовать профессионалов фэшн-сообщества, которое будет курировать и молодых дизайнеров, и отбирать этих дизайнеров, и на Казахстан фэшн-вик, и на другие фэшн-вики, и так далее. Ну, это синдикат моды, да, это делает? Дальше. В Париже там. Да. Вот я просто в шоке от ритейла вообще в целом. Это моя боль. И то же самое с дизайнерами Казахстана происходит и со всеми. И вся беда от этого хаоса. Нужно сообщество людей, которые будут этим плотно заниматься. Все должно быть как положено. Ну, создавайте сообщество. А почему вы должны... Чего вы ждете? Может быть, мы сейчас здесь для того, чтобы это уже сделать? Меня поражает, когда... Еще раз говорю. На самом деле, я всегда говорю, в Казахстане и мода есть, и дизайнеры есть, и профессионалы есть. Но используем мы ли ресурс свой, как положено? Ай, бапани. Используем же мы саята до сабая. Да у меня шок, когда я понимаю, какой он востребованный. В Дубае он работает, в Баку он востребованный. А в Казахстане он не востребован. Он только делает свое дело. То, что они организовали 15 лет назад. Лилечка, я поняла. Можно вот Аечка хотела сказать? Да. Я училась в Академии искусств именно на дизайнера одежды профессионально. И я хочу сказать, вот Лиле Робертон, вы говорите, домохозяйки стали дизайнерами. Потому что у них были финансовые возможности оплатить создание коллекции, участие на фэшн-уиках. А у меня в Академии были такие одногруппницы, которые гениальны умы. У них природный дар. Но у них нету средств даже ткань себе купить. И они живут в однокомнатной квартире, где они там будут шить. Поэтому они не добираются даже на конкурсе участвовать. И поэтому ткани китайские покупаете? Кыргызские ткани покупаете? У них природный дар. И мы их не знаем. А домохозяйки, у которых есть возможности, они выходят на подиум. Поэтому Казахстан фэшн-век в течение 15 лет. Мы знаем свои ошибки, свои нюансы. Не надо мне ничего об этом говорить. Я уже миллион раз об этом говорю. И мы знаем о том, что происходит в Казахстане в нашей индустрии. И благодаря нашему проекту, да, я заявляю, это единственный проект, который открывает новые имена и ищет по всему Казахстану. Да, мы люди. Мы можем ошибаться. Даже Айба Пани, которая участвует у нас в проекте, она участвует на гранте бесплатно. Понимаете? А за счет чего мы должны это сделать? Мы ищем бегом спонсоров. Понимаете? Все-таки я хочу взгляд со стороны Гала. Как тебе? Ты в ужасе? Да, я в ужасе. Конечно, индустрия за 13 лет очень изменилась. То есть, когда я начинала работать с листом, у нас тоже был, наверное, хаос примерно такой, как вы сейчас говорите в Казахстане. Когда это было? 13 лет назад. И сейчас, два дня назад, был форум, мэрия организовала ужин со всеми модными людьми, и я лично слушала, как Ксения Собчак с микрофоном в руках объявила, хаос в России. И только сейчас государство, мэрия Москвы берется за этот хаос. Я лично встречалась с представителем мэрии в Москве, и они пытаются организовать то же самое, что нужно сделать у нас. Нам нужно сообщество, которое будет работать с Министерством культуры. В данном случае мнение, да, Министерством индустрии еще вы должны работать. Это мнение Гала. Я просто знаю, что, например, 13 лет назад можно было прийти в компанию Меркури, в СУМ, набрать украшения на съемку на 15 миллионов, потому что ты знаешь менеджера, положить это в пакетик из-под Макдональдса. Сейчас такие вещи не работают. Сейчас ты можешь хоть замужем быть за директором ювелирного бутика, тебе уже присылают украшения на съемку с охраной, с менеджерами, с технологами и так далее. И то же самое с точки зрения, например, я помню, когда 6 лет назад я ходила на неделю моды в России, у меня было такое впечатление, что кто вообще это все покупает. Такое ощущение, что эти дизайнеры от Тормана живут в каком-то своем микрокосмосе, ждут какие-то странные вещи, которые стоят каких-то баснословных денег. То есть там из серии, вот костюм стоит 500 евро. Нет, ну подождите, мне кажется, на подиуме должны быть какие-то странные вещи, это же не прет-а-порте, да, вот прям в чистом виде. А зачем? Ну подождите, я еще просто, мне вопрос такой прикладного характера. Вот россиянки сейчас вот прям ходят вот в российском. Вот что на вас российского сейчас? Коллекция делится, внимание. Подождите, это потом, я хочу гала. Коллекция делится, правила любого дизайнера. Нет, куртка не российская, туфли не российские. Клатье российского дизайнера. А, российского дизайнера, ну отлично, окей. Нет, на самом деле в России, вот я запустила неделю назад марафон, я периодически провожу в среде своих подписчиков с марафонами, с определенными правилами. То есть мы в течение месяца должны ходить только в масс-маркете. Или мы в течение месяца не должны не одеть ни одной черной или серой вещи. Марафон, который я запустила неделю назад в своем инстаграме, у нас участвует. Классно, классно, нам тоже нужно, Динара, тебе тоже нужно сделать. И мы ходим, ты в казахстанском, да, одежде у тебя на тебе? Я в казахстанском костюме, этот костюм из нашей коллаборации с Тикони Беридзе, вот как раз с этой недели моды. И девочки, я думаю, что вы тоже в казахстанской, да, в своих, да? Я не в коем случае имел в виду, что вот в России и так далее, что индустрия. Не говорите уж так много раз слова на букву К, давайте в эфире государственного канала. Я сам проработал 10 лет в Москве. Я знаю, что, ну, вы знаете мой фидбэк, я работал со всеми звездами. Я имею в виду о том, что происходит, что здесь в России и у нас, о псевдоспециалистах, понимаете? Да. Не о том, что в Москве там появилось много, очень много марок или так далее возможностей, чем там в Казахстане. Очень много псевдоспециалистов. Специалистов, да. Тоже зять, понимаете, для меня очень удивительно, когда вся Россия, грубо говоря, или бывшая СНГ, поклоняется Ольге Бузовой, для меня это нонсенс, понимаете, о том, что это куда мы катимся. А знаете, почему? Потому что изначально стиль это понятие субъективное. То есть вот я сейчас сижу и мне нравится, как я одета, вам, например, не нравится, как я одета. Кто прав? Конечно. Правильно, ты, что правы оба. Нет, так мы, ну, честно, хорошо, правильно. Правы оба. И каждый ищет свою аудиторию. И случай с Бузовой, как бы, ну, Россия гигантская страна, у нас там живет больше 100 миллионов человек. Господа, господа, я прошу небольшой тайм-аут, потому что вот у нас гости из Нью-Йорка, они выглядят как инопланетяне, но они на нас смотрят. Как на инопланетяны, говорят, ну вообще о чем? Али, почему они так странно одетят? Али и Алена сейчас на нас смотрят и говорят, ужас, это о чем они? Ну, Алена, конечно, такой персонаж, в который отдельную программу нужно посвящать. Вот сейчас вот хочется, она такая светлая, сейчас и вроде и о ней поговорить. И здесь у нас, в общем, ну, я хотела бы у Али спросить, вы поможете Алена, да, переведете? Он как вообще оценил вчерашний день, город Нур-Султан, вообще, вот всех этих людей, как вот. Я впервые в Нур-Султане, и мне нравится город и его архитектура. Люди невероятно дружелюбные и красивые, еда очень вкусная, очень много интересных образов и смешения стилей. А что насчет моделей, которые... Некоторые образы интереснее, где-то мне не понравился макияж. Я думаю, в некоторых моментах макияж мог быть поспокойнее. Мы просто обсуждали в гримерке перед эфиром о том, что... Ну, то есть я тоже спросила, как вам девушки, и ребята сказали, что, как бы, девчонки есть, но такое количество макияжа на некоторых показах, что надо сначала девчонку мыть, чтобы понять, как они выглядят, да? Это надо, знаете, вообще, девчонки, прям это отдельно нужно... И это жизни нашей касается. Очень много макияжа в жизни. Дело даже не в том, что там дело даже не в том, не в показах, то есть он никакого отношения не имеет к тому, там, как на показах модели выглядят. Он хочет посмотреть именно на лица без косметики. А, то есть... Да, но это будет... Да, но не на показе. Модели подбираются на кастинге, но не на показе. Нет, мы про это и говорим, то, что, как бы, вопрос... Ну, хорошо, у Галлы есть свое мнение, вот она считает, что... У меня специалиста просто обилие макияжа на показах смутило. То есть если мы смотрим какие-то мировые тенденции, то такого уже давно нет. Я много работаю на показах российских дизайнеров, там, и в России, и за границей, там, и я делаю показ, там, Костыль Бажак, у Алены Хмадулиной, в Париже. Вы смотрите, что, например, в моей коллекции... Вы смотрели мою коллекцию? Вашу смотрели. Я не считаю, что там было много макияжа. Мы говорим не о вас, мы говорим в целом. Но, нет, давайте так. Ну, как бы, знаете, надо говорить о каждом отдельности. Говорить просто, в общем, обобщать и говорить о том, что это плохо, так нельзя. Мы собрались ради чего? Так нельзя. Вопрос основной нашего разговора. Мы продолжим. За всю историю Казахстан Fashion Week, отечественная неделя моды, впервые прошла на площадке театра балета и стала юбилейным событием для мира. Бомонда и ценители истинной красоты. На протяжении трех дней гостей модного события ждали не только показы весенней коллекции от именитых казахстанских и зарубежных дизайнеров, но также насыщенная и интересная программа. Новые имена и яркие коллекции. Не переключайтесь. Дальше будет все самое красивое и интересное. Здесь у нас в студии идет жаркая дискуссия, так же, как, в общем-то, и в мире моды. У отечественной недели моды своя история. Казахстан Fashion Week не сразу обрел свое сегодняшнее название. В далеком 2004 году стартовал первый сезон недели моды, которая тогда называлась Алматы Fashion Week. Своим появлением она была обязана Саяту Досыбаеву и Алексею Джену. История и идея создания подобного проекта в нашей стране появилась на заре независимости в 1994 году. Это только шоу «Давайте говорите». Сегодня мы говорим о казахстанской моде. Скажите, а за этот пройденный путь, вот то, что было, вам никогда не было, например, стыдно или как-то смешно, что ли, там, вот вспоминать? Нет, было много забавных историй, да, там, начиная от дизайнеров, с моделями, но никогда не было стыдно. И вот на протяжении всех 15 лет мы, наоборот, с каждым годом у нас, во-первых, мы набираемся сами опыта, да, у нас увеличиваются контакты, мы дружим с другими неделями моды, мы куда-то выезжаем в другие страны, привозим дизайнеров, делаем обмены. И наоборот, это даже больше выстегивает. Просто единственное, что стало немного, много разных площадок, которые, по сути, достаточно слабые, и они, честно говоря, немного вносят какой-то, да, дисбаланс. Вот этот хаос, да. Ну, подождите, давайте открови, у нас сколько площадок? Значит, есть сейчас появилась «Мерседес Бэнс Фэшн Уик», которая проходит МБФВ, да? Ну, которая лишили лицензии, которая уже не будет назвать. А, сейчас уже ее не будет, да? Она называется «Алматы Фэшн Уик», когда мы с этим начинали. Когда мы начинали. Когда появилась, было КФВ, когда появился «Мерседес Фэшн Уик», я сразу с ребятами встретилась и сказала, ребята, не конкурируйте, работайте вместе. Есть фундамент, есть КФВ, нужно встретиться с ребятами и делать что-то вместе. Проблема, знаете, что у нас происходит? От того, что нет регулятора фэшн-индустрии. Проблема в том, что каждый считает, но в пришедшей на площадку, как в дизайнерах, как в ритейле, так и в этих площадках по показам, каждый считает, что я сейчас делаю так круто, лучше, и я обязательно завалю предыдущего. Нельзя прошлое убирать. Дело в том, что мы сделали историю моды. Мы с 90-х годов сделали историю моды в Казахстане. Это делала Рахлиля, это делал Алексей Джен, это делал Саят, это делал тот же Сакен, тот же Рома Александров принимал в этом участке. Куралай делала это, Аида делала это, Айгуль Касымова. То есть как бы, ребята, но каждый вновь пришедший, он считает, что не было ничего, а он, звезда, сейчас придет и всех победит, всех сотрет с земли. Не будет ни Алексея. Нет, ну Лиля Робертовна, такова жизнь, каждый следующий, да. Но это ведь, знаете, уже такие у вас разговоры взрослого человека. Это когда уже человек подходит там, как к определенному рубежу, он говорит, да вы же детки ничего не знаете. Наша индустрия, благодаря Саяту, Алексею и Лиле Робертовне, она зародилась всего 15 лет назад. То есть это абсолютно нормально, что мы... 22 года. 22, да, скорее. 22 года, да. Да, да, 22, я согласна. И абсолютно нормально, что мы растем, наше государство растет, появляются новые дизайнеры. Я лично за то, чтобы площадки появлялись. Пусть появляются молодые. Вот все, кому это интересно, у кого есть энергия, у кого есть силы, у кого есть возможности, пусть они создают. Потому что я уверена, что в Италии, во Франции, в Америке, когда только начиналась эта индустрия, там не говорили, вот ты можешь, а ты не можешь, да. Ты профессионал, а ты не профессионал. Пусть эта индустрия растет и развивается. Вот я смотрю... Ну и как-то естественным идет, естественный отбор. Естественным отбором останутся самые лучшие. А мы, покупатели, должны страдать, значит, покупать ваши вот эти деньги. А почему? А кто заставляет покупателя? У покупателя есть свои деньги, которые он... В маленькой стране, с маленьким развитием. И вдруг у нас, разговариваем там на какой-то беседе, и вдруг говорят, ой, мы стали собирать молодых дизайнеров. 155 человек записалось только из города Алматы. Я была в обмороке. Я говорю, да как же это возможно? По всей Италии нет такого. Сори, вы о чем, ребята? Да это невозможно. Еще раз говорю, не может каждый человек, кто захочет... Но я не могу назваться хирургом пластическим и сделать себе аудиторию. Вы даже дизайнером не называете. Я и не буду. Да. Я знаю свое место. Вот, да. Я, кстати, образно, лет 7-8 назад я начала себя утвердительно, потому что я четко поняла, и мне дали оценку. Мне дали оценку в Европе. Я тогда только стала называться байером. А до этого я делала эту работу из 22 лет, но я не смела назвать себя байером. У меня было уважение к людям, которые профессионалы, у меня было уважение к самой себе, потому что я считала, что я не достигла этой планки. Но когда меня общество мировое уже назвало байером, когда ко мне стали относиться с уважением, вот тогда я себя обозначила. Образно, тем же стилистам до определенного момента я не могла этого сделать. Ровно до того, пока люди не стали обозначить. Поменяйте мне стиль, сделайте это. Хорошо, я поняла. Я живу тихо. Я поняла, да. Я хочу сказать, Алена, а вы с удовольствием приехали, вот сейчас приняли приглашение? Да. А вы за деньги приехали? Да. Да. То есть, а так не хотели просто? Ну, я приехала мастер-класс давать бесплатно для моделей. Да. То есть, и я скаут приехал за свои деньги. Нет, ну почему она должна приехать бесплатно? Ну, это же ее родина. Нет, ну, при чем здесь родина? Ну, почему же родина? Она заработала... Вы меня простите, она прошла путь. Она заработала, она потратила. Она жила в Европе на 70 евро в неделю. Вот. И поэтому сейчас пришло время зарабатывать. Почему она должна бесплатно? И браво. Дело не в этом. Я просто экономист по первому образованию. Альтернативные издержки. Если бы Алена сейчас сидела в Нью-Йорке, она бы сделала там три съемки, понимаете? Да. Как бы заработала бы денег, понимаете? Поэтому это очевидно, что гонорар... Я тоже приехала за деньги. То есть, если бы я была в Москве эти четыре дня, да? То есть, я бы заработала эти же деньги, а может, даже больше. То есть, это просто альтернативные издержки за мое время. Мое время стоит денег. Люди, которые стали профессионалами, они имеют право и даже должны зарабатывать. Я шла к этой цели 13 дней. Более того, эти люди принесут пользу своим присутствием для нас. Они будут учиться. Я представляю, да, вот если модели учились у Алены. Потому что я видела, была на первых дней, видела, как идет по подиуму Алена и как идет по подиуму казахстанские наши модели. Алена вот говорила о том, что вчера на пресс-конференции, что наши модели ходят в год там два-три раза, да? А, ну я так и думаю, что это какой-то практик. Алена ходит каждый день, каждый день. На все вопросы к профессионализму. У нас есть модельные агентства, которые зарабатывают на этом деньги. А, алё, это то же самое. Да не имеют права из этих агентств, а вы говорите, естественный отбор. Вот и стыдно, что наши модели не умеют ходить. А почему? А почему люди... А мне стыдно, почему люди не занимаются этим? Сори, когда я делаю какие-то показы или чем-то занимаюсь, да, я работаю с агентствами, но видит Бог и знают эти агентства. И каждая модель подтвердит. Они у меня за три дня проходят такую школу, а агентство не дает это за годы. Так почему это агентство зарабатывает деньги, а я делаю школу с моделями? Алена, можно за три дня муштровать, муштровать и можно научить. Я вообще считаю, что модельные школы, которые здесь дерут деньги, они не нужны. Я ни разу не проходила никакой модельной школы. Я тренировалась перед зеркалом. Все, что нужно, это просто каждый день тренироваться перед зеркалом, чтобы тебя... Я скажу, динары, дикторские школы какие-то. Желание быть профессионалом, а не бы состригнуть деньги и появиться на каком-то показе. Вот понимаешь, вот вопрос, да, когда задала Алене, да, и Гала, да, вот почему они прилетели за деньги. Это правильно. Вот когда мы в нашей стране начнем ценить профессионалов, чтобы мы столько вкладываем в эту страну, да, это пусть пафосно звучит, мы хотим, чтобы нас оценили и денежно, понимаете. А здесь вы находите деньги сами, и государство вам никогда ни копейки не выделяло. Почему? В этот раз в Акимат, города Нур-Султан, и лично Булат Буржанович Можигулов, он нас поддержал. Просто дело в том, что, наверное, нужно доносить до нужных людей. То есть это управление культурой для наших зрителей, да. Управление культуры, да, потому что это событие культурное. И мы, тем более, проводили в театре Астана балет, и театр не берет с нас деньги за то, что мы находимся там целую неделю. Ну, какой-то бюджет выделяется? У Акимат выделяют бюджет, естественно. Но этих денег, к сожалению, не хватает, и приходится еще дополнительно искать у спонсоров. И, слава богу, эти спонсоры тоже идут навстречу. А сами вы много на этом зарабатываете, как продюсер, директор и вот... Небольшие деньги мы зарабатываем, конечно, потому что мы тоже не можем это делать совершенно бесплатно. Раньше, когда мы начинали, мы зарабатывали хорошо, не буду я скрывать. Но сейчас в целом в стране такая ситуация, да, когда действительно для того, чтобы заработать хоть какие-то деньги, нужно работать. Мы в целом за индустрию, да, за ее развитие. Можно, конечно, вообще ничего не делать, и каждый дизайнер будет делать свои монопоказы, да. Но они не смогут это делать финансово. Ну, хорошо. Это очень большие... Можно уверенно сказать, что казахстанская неделя моды за годы своего существования стала неотъемлемой частью культуры Казахстана. Благодаря этому масштабному проекту о нашей стране узнали не только как о стране с большим экономическим потенциалом, но и как о стране, в которой может существовать и процветать модная индустрия. Вы смотрите ток-шоу «Давайте говорить». Не переключайтесь. Одна из главных задач Казахстан Fashion Week одеть казахстанцев в национальные бренды и тем самым популяризировать их. Но развитие модной индустрии невозможно без поддержки государства. Так ли это, на самом деле, узнаем прямо сейчас у наших гостей. Фэшн-индустрия Казахстана стремительно развивается. Начали появляться новые дизайнеры. Они создают доступную и качественную одежду, которая пользуется спросом у казахстанских покупателей. Но вместе с тем наши дизайнеры не чувствуют поддержки от государства. Ведь создание одежды из заграничных материалов обходится дорого, а своего производства у нас нет. Тем не менее, за годы независимости о казахстанской моде заговорили на всех площадках. По мнению экспертов, у нашей страны большой потенциал в мире моды. Появляются новые таланты, создаются новые бренды, а самые лучшие получают возможность прославиться за рубежом. Действительно, этот вопрос, он всегда, он уже стал, перешел в разряд риторических, потому что мы всегда его задаем. И, насколько я понимаю, ну, практически ничего не сдвинулось, да, за эти многие годы. То есть, какая-нибудь фабрика одна хоть открылась у нас в стране? Кто-нибудь шьет? Ты знаешь, открываются фабрики, они существуют, они действуют, они отшивают, они отшивают, какие-нибудь, да, что там, что там шьют? Чулочные, носочные фабрики открываются. А вот, ну, остальную одежду? То есть, фабрика Олега Борисовича, да, где он делает уже около 20 лет головные уборы. Но это все в частных руках. То есть, если человек хочет найти, там, пойти в банк, взять кредит, открыть свою фабрику, без проблем. То есть, иди и рискуй, да, своими делами. Я имею в виду, что без проблем, то есть, это все в частных руках. Если есть желание, есть деньги, да, порыв, ты идешь и открываешь. У нас есть хлопок, например, да, у нас есть шерсть, и поэтому, конечно же, мы... Я не хочу размещаться во Франции, в Италии. Я хочу, чтобы здесь было, чтобы цена упала, и мы можем это делать. И вот вопрос к тому, что там ассасы, да, мы, ты знаешь, за 15 лет, да, чего мы только не придумывали. Были союзы дизайнеров, композиторов, все так далее. Понимаешь, это все, ну, я извиняюсь, дохлый номер, понимаешь? Ну, вот я просто не знаю хорошо, но вы, наверное, знаете Аида и Ая. В Кыргызстане у них как? Они из своего сырья шьют или где-то что-то тоже китайское сырье? Да, вообще Кыргызстан шикарно вышел, в общем-то, на такой свой какой-то определенный уровень. То есть тоже... В Кыргызстане была такая ситуация, при поддержке, по-моему, ООН или какой-то вот международной организации туда привезли, ну, то есть, прям выделяли деньги на развитие именно вот текстильной индустрии. То есть было очень много оборудования, обучались швей, поэтому... Я просто говорю сейчас о масс-маркете и конкретно о рынке. Если сейчас простой Казахстанец идет на рынок, раньше он покупал там все китайское, то там сейчас на половину или процентов на 60 кыргызское, понимаете? Вот эти все трико, фуфайки и все остальное. Вот Олег Борисович Носов мне рассказывал о том, что у него на рынке очень большие обороты, у него тоже есть контейнер, где он продает свои головные уборы. И у него головные уборы стоят там от 3 до 5 тысяч тенге. И вот он, у него стоит там посттерминал, у него стоит кассовый аппарат. И вот человек идет по рынку, все китайское, все кыргызское, и вот он подходит, и что-то казахстанское совершенно другое. И цена дешевле. И все это так удивительно, да? Цена дешевле. Удивительно, что казахстанский продукт, да, на рынке. Да, взрыв мозга происходит. Ну, мне кажется, Аида, у вас такой очень серьезный маркетинг, насколько вот я смотрю, в Инстаграме, там, Той, все вот в ваших нарядах. Серьезный такой Тойский маркетинг. Тойский маркетинг, да? Это определение целевой аудитории. Да. Потому что я вам хочу сказать, я, например, каждый день... Знаете, что такое Той, да? У нас очень популярный галл свадьбы, да, и... Потому что это моя целевая аудитория. И потом, вы знаете, что, на самом деле, как это не звучит вот так, ну, праздно? На самом деле, это ведь наше сохранение нашей идентификации. Ну, как это? Я не знаю, прям, чтобы совсем идентификация. И все вот в Аида Кауменова, да, в одинаковых платьях. А что, это вас это бесит? Нет, зачем же я так не говорю? А почему вы спросите, что я делаю для того, чтобы я была успешной? На самом деле, Аида Кауменова не просто дизайнер, она еще гениальный менеджер, человек, который работает очень плотно и, наверное, плотнее всех других дизайнеров, кто одевает весь казахстанский шоу-бизнес. А казахстанский шоу-бизнес очень сильно влияет на нашу аудиторию массовую. Да, на вкус. Если, например, женщина, там, лет 50, видит на Алтанай Журубаевой красивое платье или камзол Атаиды Кауменовой, они просто хотят... Ну, к примеру, я говорю, да, или там каракат. Да, да. Ну, то есть, ну, реально, шоу-бизнес влияет. Хорошо, мы поняли, так не будем уж так много эфирного времени уделять. И, Алексей, а вы из какого материала шьете? У вас вот как-то были какие-то джинсы, по-моему, вот, резанные. Это все винтажное. Естественно, мы это не производим, это все покупное. Это покупается... Это нормально, да, Лилия? Да, Франция, да, Петчерк, все так далее. Понимаете, вот должны быть разные же дизайнеры. На самом деле, понимаете, казахстан с Вашинвик, да, вот возвращаясь, у него нет задачи сделать всю страну модным. Это невозможно. Не могут быть все модными люди, не могут быть сильными, понимаете? И поэтому существуют разные категории дизайнеров, которые находят свою аудиторию. Они должны быть. Ну, не может быть одной больницы, да, одного ресторана. У нас должен выбор быть. Если я, допустим, мои любимые там дизайнеры, это дизайнеры-интеллектуалы. Ямамото, Дрис Ваноттан, там, вот так далее. Я их обожаю. Голландцы, да? Да, кому-то нравится, там, не знаю, Габбана, Дольча. Но это есть, это будет. И ради бога. Потому что у людей должен быть выбор, понимаете? А когда мы хотим все под одну гребенку, ну, почему, если ей нравится идет тут? Ну, хорошо, ну, так вы. А вот сейчас, в самом начале программы, Лиля Робертовна сказала о том, что нужен некий синдикат. И вот все время вы говорите, да, альянс. Вы все время говорите об этом, говорите, но вы его не делаете. Это должно войти в отдел культуры. И, допустим, те же недели должны вместе с Министерством культуры регулироваться. Кому? В какое время? Допустить ли вообще показ такой-то, такой-то? Допустить ли? И, допустим, тот же КФВ должно отчитываться. Почему участвуют эти дизайнеры? Ну, то есть, это система работы, которая должна быть планомерной, не стихийной, чтобы четко понимать за год вперед, что у нас фэшн-индустрия ждет вообще в целом. Как мы будем идти, распределять какие-то деньги. Госплан, так называемый, да? На развитие фэшн-культуры, потому что не может быть страны без фэшн-культуры. И это уже все поняли, и этим все занимаются. И тогда будет все как положено. То есть, и дизайнеры будут развиваться, и государство домой найдет средства для того, чтобы поднять фэшн-культуру. Вчера задают вопрос, почему мужчины в Казахстане не одеты? Потому что мужчины не знают, как одеваться. Они не знают, кто профессионал. Они запутались. Они не знают профессионального дизайнера. Они хотят в костюме ходить, а вам смешно, потому что вы ходите все в трико и в каких-то... Нет, нам не смешно. Но на самом деле я считаю, что мужчина... Они очень классно выглядят на самом деле. Это дорогое. Мужчина должен ходить. Нет, особенно... Да, да. Мужчина должен ходить. Я еще раз говорю, если это мужчина, мужчина-бизнес, мужчина... Это, пожалуйста, костюмы, пожалуйста, белые рубашки. Я вообще считаю, что мужчина должен... Мне вчера задали хороший вопрос. Что, какие три вещи не должен мужчина иметь в гардеробе? Ну, я не считаю дом, а вообще. Ну, так это свитерочек, который обтягивает, тело мужское. И пола майки или пола эти. А у нас все мужчины ходят в этом. Мужчина, если идет, опять-таки, на той, да, или идет на работу, у него в гардеробе в основном деловые костюмы. Да. Ну, как Саят Досибаев, наверное, не будут одеваться остальные мужчины. Да, нам... У меня, по крайней мере, часто спрашивают, когда там мои друзья, дизайнеры или там визажисты, они говорят, когда будет одежда вот для нас, да, для творческих мужчин. Я говорю, вас же так мало. Кто для вас хочет шить? Поэтому вы не делаете мужских коллекций, кстати, да? Практически нет их, да, в КФВ? Дизайнеры перестают этим заниматься, перестают шить, потому что они не находят реализации. Да. Очень, да, нет этого рынка. Ребят, которые смело наденут совершенно, ну, необычные штаны там или какие-то другие бумажки. Как вы, например, шрицек классные. У меня тоже, у меня тоже, у меня тоже, у меня тоже, у меня тоже есть в гардеробе и классический костюм, и смокинг, куда и как надевать. Это дресс-код, который ты соблюдаешь. Ну что ж, спасибо, да, спасибо, уважаемые господа. Да, это была очень интересная, это была очень интересная беседа. И так вот, да, конечно же, я не могу и не вправе отвечать за все государство, но, тем не менее, спасибо, что вы наделяете меня этими полномочиями, но, тем не менее, я думаю, мое мнение о том, что, может быть, все-таки вам нужно прийти с какой-то инициативой, может быть, те самые министерства, да. Надо делать лицо фэшн в Казахстане. Лицо фэшн в Казахстане должно поиметь, вообще фэшн-индустрия должно поиметь лицо. У нас должны быть дизайнеры, свои дизайнеры, да, у нас должны быть фабриканты, у нас должны быть люди-руководители настоящих недель, настоящих дней фэшн, и все это должно быть профессионально. Только профессионально, а не за деньги. Есть деньги, значит, ты дизайнер. Есть деньги, значит, ты открываешь Mercedes Fashion Week. Есть деньги, ты делаешь это. Нет денег. Спасибо, я поняла, спасибо. В общем, это такое главное, да, это заключение. Спасибо, Лиля Робертовна, она говорит, и всегда радует за профессионализм. Да, Ида. Просто, ну, если получится. Потому что надо по существу сказать конкретно одно дело. Например, в чем нам может помочь государство. Дизайнеры, которые выходят в торговые центры, они стоят на тех же правах, что все остальные марки. Мне кажется, что государство должно просто выделить какую-то квоту. То есть это не так, что владельцы торговых центров нам сделали сумму меньше просто потому, что мы казахстан. Ну, я, ну, мы поняли, тем не менее, чтобы вы как-то государство просубсидировало. Я бы хотела у наших гостей иностранных спросить, Гала, что бы вы пожелали казахстанской моды для ее развития? Ну, я не являюсь таким большим экспертом с точки зрения всей моды глобальной, да, то есть, но я бы хотела, чтобы... Ну, то есть у нас в России все дизайнеры работают на показах со стилистами. То есть если ты делаешь коллекцию в течение полугода, да, в какой-то момент твой взгляд уже замылен, и ты перестаешь мыслить как концептуально. То есть я работаю с многими дизайнерами, дизайнерами российскими на начале, на этапе разработки коллекции, да, то есть я в некоторых показах, опять-таки мне сейчас будут говорить, что что вы всех под одну гребенку, но я в некоторых показах видела, что стилистов нет, что на этом человеке сэкономили, да, то есть и вот все это выглядит несколько хаотично, да, там, и чуть-чуть вот плоско. Не может быть стилистом, дизайнером и запросчиком. Но это такой очень профессиональный, я думаю, ценный совет для наших. Да, да, и еще гала, да. И поэтому некоторые показы смотрелись на мобзор, это очень плоско. То есть видно, что это делал один человек, что он варился в этой своей каше, в своих идеях в течение полугода, и в итоге вот все это так переварилось, и уже невкусно. Поэтому, несмотря на то, что страшно в свой проект впускать, как бы, ну там, меня, например, да, чтобы я там пришла и что-то перебортовала, да, то есть, но по факту надо работать с стилистами, надо им доверять. У нас все боятся натолкнуться на то, что ему укажут на его ошибку. Он хочет ощущать себя единственным и неповторимым. Всем гинекологам, зубным техникам, хирургам, неврологам и всем остальным. Это невозможно, ребята. Каждый должен заниматься своим делом. Аленочка, пожалуйста, ваши пожелания к казахстанской моде и вот вашим коллегам? Ну, наша главная цель, изначально я очень хочу, чтобы модели были более профессиональны, так как от модели очень многое зависит от того, как она представляет коллекцию. И я очень надеюсь, что в Казахстане, наконец-то, будут работать намного больше модель, которые работают за границей также. А, ну а вот все же не могу не спросить, наш типаж казахский, он как-то еще популярен? Он очень востребованный. Единственное только, что нужно учить английский язык обязательно и нужно знать, как себя преподнести за границей, потому что сейчас уже особо на внешность не смотрят. Очень важно показать характер. Коммуникации, да? Да. Хорошо. И, пожалуйста, вот прям буквально по паре слов от вас. Динара, Динара, пожалуйста, вы. Я считаю, что у нас все впереди. И на самом деле государство, может быть, и не слышит пока, да, но готово услышать. Нам просто действительно нужно выйти с инициативой для того, чтобы... Самое главное в этом деле это неравнодушие, да, то есть пока есть неравнодушные люди, которые сидят сейчас в этой студии, вы, да, которые приходят на Казахстанские недели моды, поддерживают, я думаю, что на самом деле все у нас впереди и все будет хорошо. Я верю в казахстанскую моду, я верю в казахстанских дизайнеров. И я вообще уверена, что там лет через пять, через лет семь, может быть, да, нас будут ждать на зарубежных показах и говорить, вот как сейчас грузинов ждут и говорят, грузины приехали, да. Вот я очень хочу, чтобы говорили, казахи приехали. Отлично. Согласен поддерживать. И слова, Игорь, большое тебе спасибо за то, что ты затронула такую действительно нужную тему этого разговора. Нам удалось сегодня поговорить, но говорить мы уже много, и если у тебя будет еще такая возможность и желание, приглашай нас еще, и мы об этом скажем. Очень хорошая идея, и сейчас мы подняли многие такие насущные вопросы, и Лиля сказала об этой ассоциации. Наверное, действительно, наверное, пора было, вот пришла пора создать этот некий альянс, в который войдут и дизайнеры, и фабриканты, и производители, и пиар, и журналисты. От стилистов, от продюсеров, моделей. Уже, наверное, будем говорить о каких-то более таких результатах. Все, договорились, мы обязательно встретимся. И я хотела бы сказать нашим телезрителям, несмотря на эту жаркую дискуссию и такие отчаянные споры, мне кажется, все эти люди любят друг друга, уважают и ценят друг друга, и мы верим, что у вас обязательно все получится. Хотим мы этого или нет, но от моды и стиля сегодня никуда не убежать. Даже покупая в магазине обычную футболку, мы все равно выбираем модели фасон. Несмотря на то, что провожают по уму, встречают все равно по одежке. Хочешь, не хочешь, а соответствовать надо. Поэтому будьте в курсе, будьте в тренде, и Казахстан Fashion Week вам в помощь. Давайте говорить на телеканале Хабар. Я Айгуль Мукей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok